Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам, милост Аллаха и его благословения. Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди Национальная солидарность перед лицом кризисов. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности. Я свидетельствую, что не божество, кроме одного лишь Аллаха, у которого неся товарища, и свидетельствую, что наш господин Пророк Мухаммад, его рабы и посланник. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада и его семейства, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до Судного дня, А затем, поистине, развитие общества – это взаимосвязанные, кооперативные и солидарные общества, особенно во времена кризисов. Наш Пророк, да благословите его Аллах, приветствует, описал эти добродетельные общества следующими словами. «Свои любви, милосердия и сочувствия по отношению друг к другу, верующие подобны единому телу. Когда одну из частей его поражает болезнь, все тело отзывается на это бессонницей и горячкой». Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, также сказал, «Поистине, в отношениях друг с другом, верующие подобны строению, отдельные части которого укрепляют друг друга, и, сказав это, он перепрел между собой пальцы своих рук». Фыкх по кризисам требует национальной солидарности, среди прочего, избегая всех форм машиничества, монополий и эксплуатации. Наша истинная религия строго запрещает эти негативные недуги, поэтому в одних из первых миспосланных в Медине аятах Священного Корана акцент делается на запреты машиничества любого рода. Всевышний Аллах говорит, Горе обвешивающим, которые хотят получить сполна, когда люди отмеряют им, а когда сами мерят или взвешивают для других, то наносят им урон. Разве не думают они, что будет воскрешен великий день, в тот день, когда люди предстанут перед Господом миров? Священный Коран также приводит слова пророка Шуайба, мир ему, О мой народ, мерьте и взвышивайте честно, не придерживайте имущество людей и не распространяйте на земле нечестие. Посланник Аллаха да благословите его Аллах и приветствуйте, и зрек, кто обманет нас, тот не из нас. Исламский шариат также запрещает все формы монополии эксплуатации, так как это влечет за собой манипулирование потребностями людей и присвоение средств к их существованию, силу достижения незаконных доходов за счет страданий и невзгод людей. Аллах Святу Невелик говорит «Я, айюха, лазина, аману, ла таакулу амуалакум байнакум билбатул, илла анта куна тиджаратан антарадим минкум, вала та кутулу анфусякум, инна Аллаха кана бикум рахима». У те, которые уверовали, не пожирать своего имущества между собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию, не убывайте самих себя или друг друга, ведь Аллах милостив к вам. Посланник Аллаха, да благословите его, Аллах приветствует, тоже сказал, для каждого мусульманина неприкосновение кровь, имущество и честь другого мусульманина. Посланник Аллаха, да благословите его, Аллах приветствует, также сказал, только грешник придерживает товар до подорожания. У монополиста нет ни великодушия, ни патриотизма, потому что он ставит свой эгоизм выше всех религиозных, национальных или человеческих соображений. Вот почему он заслуживает гнева Всевышнего Аллаха и ненависти людей? Если бы монополист и эксплуататор знал, что деньги, которые он зарабатывает на свои монополии и эксплуатации, будут для него бедствием в день воскрешения, это удержало бы его от этой несправедливости. Всемогущий Аллах сказал, Тот, кто незаконно присваивает трофеи, придет в день воскресения с тем, что он присвоил. В хадисе пророка Мухаммада, мир ему благословение Аллаха, говорится, предоставляющему требуемый продукт воздастся, а укрывающий будет проклят. Посланник Аллаха, да благословите его, Аллах и приветствует, также и срек, да окажется в бедественном положении раб Динара и Дирхамом. Что же касается честного национального торговца, то он тот, кто не обманывает, не жил, не чает и не предает, а потом, а наоборот, его патриотизм, особенно в кризисные времена, толкает его на уменьшение нормы прибыли, чтобы облегчить бремя людей, что и есть своего рода милость, за которую будет получать у Господа великую награду. В этой связи наш пророк, мир ему благословение Аллаха, говорит, правдивый и достойный доверие торговец будет в раю вместе с пророками, правдивейшими и шахидами. Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, также помолился, да помилует Аллах того человека, который проявляет великодющее, когда продает, покупает и требует возврата того, что ему должны. Вот что я хотел сообщить вам, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение последнему изо всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье с подвижником, и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до сутного дня. Дорогие единоверцы, кризис невременно предусматривает альтруизм, а не себя любя и эксплуатацию, а также предусматривает сострадание, а не жестокость и эгоизм. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствует, сказал, не уверовал в меня тот, кто заснул сытым, зная о том, что рядом с ним находится голодный сосед. Аллах всемогущий, он и великий зряк. Они отдают другим припочтение перед собой, даже если они сами нуждаются, а уберегшись от собственной алчанности, являются преуспевшими. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствует, поведал, поистине, когда у ашаритов возникали затруднения с едой во время военного похода, или когда им не хватало еды для детей в городе, они складывали все, что у них было, на один кусок ткани, а потом поровну делили собранное между собой, отмеряя каждому его долю одним и тем же сосудом. Они такие же, как я, а я такой же, как они. Несомненно, солидарность играет большую роль в укреплении социальных и человеческих связей, а также в развитии близости и любви между членами сообщества. Поэтому великий исламский шариат ее поощряет. В священном корене говорится, Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и в вражде. Солидарность и сотрудничество проявляются в расходовании на всевозможные благотворительные дела, особенно те, которые связаны с угощением едой людей и удовлетворением нужды бедняков. В священном корене говорится, В священном корене Аллах апейсу и благочестии в их багобоязненно хлюди говорится, В священном корене Аллах. И не хотим от вас ни награды, ни благодарности. Мы боимся от своего Господа, того мрачного и томитанного дня. Аллах защитит их от зла того дня и одарит их процветанием и радостью. А за то, что они проявили терпение, Он воздаст им райскими садами и щелками. В священном корене также описывает, Всевышний Аллах также описывает тех, Которые на правой стороне, Асхабу Маймана, Говоря, В хадисе пророка Мухаммада, Мир ему благословение Аллаха, Также говорится, О, люди, Распространяйте приветствия, Кормите других, Поддерживайте родственные связи, Молитесь, когда другие люди будут спать, И вы войдете в рай с миром. Пророк Мухаммад, Мир ему благословение Аллаха, Также поведал, Лучший из вас тот, Кто кормит людей едой. О, Аллах, Обереги нашу страну Египет И все страны мира. Вассаламу алейкум, Ва рахматуллахи, Ва баракату. Ва баракату.